Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала! С вами Нером! Сейчас у нас будет очень интересное видео. Сегодня мы соберем кастомное водяное охлаждение на твердых трубках. В общем, ребята, в прошлом году я собирал для этого подписчика компьютер по рубрике «Бесплатная сборка» и собрал достаточно такую топовую сборку. И вот в этом году подписчик хотел, чтобы я ему помог с водяным охлаждением. Он хотел, чтобы я ему собрал компьютер на шлангах, как у меня. Но я решил провести такой небольшой эксперимент, скажем так, и впервые в своей жизни собрать кастомное водяное охлаждение на твердых трубках. То есть до этого я этим ни разу не занимался, ничего такого не собирал и так далее. То есть у меня опыта в этом не было. Да и в принципе, никогда я этим не хотел заниматься, потому что я себе на таких шлангах собрал. Мне главное, чтобы все это дело нормально охлаждало компьютер, ничего не перегоревалось и так далее. А как уже это будет выглядеть, ну это меня никогда особо сильно не волновало. А тут я решил, скажем так, для канала провести эксперимент, ну и попробовать собрать кастомное водяное охлаждение на твердых трубках. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео – магазин электронных ключей gvgmail.com. В данном магазине продаются разнообразные ключи от компьютерных программ, игр, тут продаются UEM-ключи от Windows. Ребята, очень важно, UEM-ключи – это не совсем лицензия. То есть данные ключи можно использовать дома, но где-то на работе, в офисе данные ключи я уже вам бы не рекомендовал использовать. Потому что UEM-ключи – это ключи, которые Microsoft продает предприятиям, которые делают компьютеры. И потом уже с этими компьютерами эти ключи попадают к вам. Спасибо большое, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Доход с этой рекламы пойдет на развитие канала, на рекламу для канала, также пойдет на благотворительные сборки. Кто не в курсе, я помогаю своим подписчикам. У меня есть такая рубрика, как рубрика «ПК в дар», рубрика «Бесплатная сборка», а также, помимо этого, я тем или иным способом иногда помогаю своим подписчикам. Ребята, если вам нужна какая-то помощь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. В общем, в группе ВКонтакте все подробно расписано, ссылки все есть в описании. В общем, не стесняемся, обращаемся, а мы приступаем к ролику. Ребята, давайте подробно разберем, как это все дело собирать. Сразу говорю, что у меня есть видео про такие кастомные системы обычные. В принципе, если вам интересно, можете на канале найти и посмотреть. Там я про шланговые системы все сказал, что нужно знать. Что, в общем, по твердым трубкам хочу сказать. Ребята, я выбрал трубки 16-12, 12 это внутренний диаметр, 16 внешний. Трубки я взял PET. То есть, бывают акриловые трубки, бывают PET-трубки. Чем они отличаются? Акриловые трубки более прозрачные, более красивые, но с ними тяжелее работать. PET-трубки режутся специальными секаторами, то есть труборезом. Акриловые трубки, к сожалению, так ты не отрежешь. То есть, как бы ты не хотел, тебе нужно купить специальное устройство, типа пилочки. И их уже пилить, пилить потихоньку и отпиливать. То есть, просто взять и отрезать акриловую трубку невозможно. Она треснет и расколется. По поводу PET-трубок, как вы поняли, их проще обрабатывать, проще резать. Форму придавать, что тем, что тем трубкам, в принципе, одинаково, сложно и легко. Не знаю, это все от вас, уже зависит от ваших рук. То есть, для этого нужен фен, специальная силиконовая резинка, которая внутрь трубки вставляется, прокладка, резинка, не знаю, как правильно сказать. Она вставляется внутрь трубки для того, чтобы при изгибе, когда вы будете нагревать трубку и изгибать, чтобы у трубки была более-менее нормальная форма. А не такая, что, грубо говоря, возьмет она где-то в каком-то месте, сплюснется сильно, а в другом месте очень сильно разойдется бугром каким-нибудь большим. Чтобы этого не было, вставляется, скажем так, вот эта прокладка, резинка внутрь, и после чего уже трубка гнется. То есть, без этой резинки гнуть трубки ни в коем случае не надо. У вас получится, скажем так, очень некрасиво. Ну и помимо этого, может быть, какой-то брак, дырка там образоваться, еще что-нибудь. Вы это, опять же, сразу не заметите, а когда заметить, будет уже поздно. Минус П трубок, это, опять же, то, что они менее красивые, то есть, они менее прозрачные. Но, на самом деле, это не особо важно, потому что, если у вас стекло какое-нибудь темное, как в нашем случае, вот у нас стекло закаленное, такое тонированное, и это не особо видно, что там акриловые трубки, что неакриловые. Через вот такое стекло, в принципе, оно все одинаково. Что те трубки, что те неразличивших. То есть, если у вас будет абсолютно прозрачное стекло полностью, то да, там уже, наверное, чуть-чуть будет разница видна, но и то не сильно. То есть, это вооруженным глазом будет проблематично заметить. То есть, заметь только те люди, которые вот часто собирают custom эти системы. Если к вам кто-то придет, кто в этом не особо разбирается, ему что акриловая трубка, что PET трубка, он разницы не поймет. По трубкам я, в принципе, все сказал. Чтобы их согнуть, мы туда вставляем вот эту резинку, после чего разогреваем наш специальный фен и уже начинаем гнуть трубку. Как это делается? То есть, трубка вертится, то есть, вы не на месте ее держите, а слегка вращаете. Погрели одну сторону, потом повернули, погрели другую сторону, либо можете постепенно вот так вращать. Главное, чтобы нагрев был равномерный, чтобы не было такой, что одна сторона сильно нагрелась, а другая слабо. Когда неравномерно греете трубку, получается, мягко говоря, хрень. Чтобы этого не было, трубку нужно равномерно разогревать. И после чего аккуратненько сгибать, не торопясь. То есть, прям резко сильно не надо сгибать. И медленно тоже не надо. То есть, надо вот как-то вот аккуратно, постепенно. Если слишком быстро вы ее сожмете, согнете, то она может повредиться. То есть, грубо говоря, где-то она нормально растянется, а где-то она перетянется. У вас будет очень тонкий слой, либо она совсем порвется. Если вы слишком медленно будете ее сгибать, тоже ничего хорошего. Может тоже быть некрасиво, какие-нибудь бугры будут, еще что-нибудь. То есть, лучше делать все это равномерно, аккуратно. Так, по поводу гибки трубки вы все поняли. Чтобы трубку согнуть, нужно обязательно вставлять эту резинку. По поводу как резать трубки я тоже вам объясню. Акриловые трубки режутся специальной пилкой. П-трубки специальным труборезом для пластиковых труб. Так, теперь давайте поговорим по поводу фитингов. Какие фитинги нам стоит брать, а какие нет. Есть много разных фитингов. На рынке до сих пор встречаются старые фитинги. Какие, скажем так, имеют плохую компрессию. То есть, первые ревизии этих фитингов, их лучше не брать. Были, кстати, фитинги не компрессионные для твердых трубок. Только на втулках. То есть, на компрессионных этих прокладках. Но без компрессионного верха. Вот эти фитинги вообще не стоит брать. Это прошлый век. Фитинги мы берем либо стандартные классические компрессионные, где есть внутри вот эти уплотнительные кольца. То есть, трубка туда вставляется, уплотнительные кольца вот эти. После чего вы уже закручиваете верхнюю вот эту часть компрессионную. И после того, как вы ее закрутите, вот это резиновое кольцо, там вот эта прокладка, она получается сужается. То есть, вот так сжимается и начинает давить на трубку. Тем самым, не дает трубке вылететь из этого фитинга. Есть еще другие фитинги, тоже очень интересные. Там целиком вот такая резиновая прокладка. Их тоже можно брать. Смысл в том, что там не много уплотнительных колец, а одна большая резинка. И в принципе, когда вот закручивается верхнее кольцо, то она тоже сдавливается, придавливается к трубке. Это тоже все дело хорошо держит трубку. Нюансы по тому, как стоит это все дело закручивать. Многие из вас допускают очень большую ошибку. Когда вы вставляете трубку фитинга, ребята, ее обязательно надо заталкивать внутрь сквозь уплотнительные кольца, чтобы она прошла вдоль до конца фитинга. Многие из вас очень сильно косячит, из-за этого у вас потом получаются прокечки. Дело в том, что вы берете трубку, просто вставляете ее в фитинг, и потом берете верхнюю часть и закручиваете. И у вас получается, что трубка прижимается вот этой компрессионной уплотнительной резинкой, самой последней, где вот крышка уже. Но внутренняя часть у вас там, грубо говоря, просто болтается не по назначению. Вы либо вообще до нее трубку не дотягиваете, либо просто до нее трубку доводите и оставляете. Многие делали так, они думали, что трубку надо просто подвинуть к этой резинке и ее прижать. Но так делать не надо. Трубку надо именно протаскивать сквозь вот эти уплотнительные кольца. Сквозь вот эти все уплотнительные кольца вы должны насквозь трубку протащить в упор до конца фитинга. И никак по-другому. То есть, вы поняли, да? Трубку просто до этих резинок тянуть – это неправильно. То есть, это не по фэншую, и рано или поздно, скорее всего, у вас это все дело протечет. То есть, трубку нужно обязательно-обязательно тащить до упора, и после этого уже все закручивать. Теперь еще некоторые нюансы по сгибке трубок по поводу того, как все это дело стоит гнуть, а как не стоит гнуть. На руках, на весу ни в коем случае, даже если у вас есть резинка профессиональная, лучше ничего не сгибать и ничего не делать. Для этого нам нужны трафареты. Трафареты можете покупать, в принципе, от любой фирмы. Не важно, там ЕК, не ЕК, баров, баскетов, вообще по барабану какие-то трафареты. Купили эти трафареты, взяли какую-нибудь фанерку, к фанерке все на саморезы приделали, вот как я сделал. И уже на этом трафарете вы изгибаете свои трубки. На этих трафаретах можно трубку изогнуть на 180 градусов, на 90, на 45. Как хотите, так можете сделать. То есть, ничего в этом сложного особого нет. Также бывают, ребята, такие случаи, что, грубо говоря, у вас из радиатора отверстие выходит в одном месте, а снизу отверстие оно немножко сбоку. А вам нужно сделать, скажем так, коротенькую трубку, но при этом соединить эти два конца. В этом случае, ребята, надо использовать отыгрыш. Что такое отыгрыш? Это когда мы берем трубку, ее слегка нагреваем и слегка делаем вот такой изгиб небольшой на 30-45 градусов. Неважно, то есть, мы слегка трубку вот так деформируем и из одного отверстия направляем ее в другое, делая вот такой небольшой где-нибудь уголок аккуратнее. Это называется отыгрыш. То есть, брать прямую трубку в этом случае и как-то пытаться ее там провести наискось, ни в коем случае делать не надо. Потому что, ну, сами понимаете, фитинг где-то все будет у вас. Дело не плотно держаться, где-то с одной стороны сильно прижмется, а с другой стороны, скорее всего, вообще не прижмется. И опять же, рано или поздно все это дело у вас протечет. В принципе, в остальных случаях ничего сложного нет. Мы просто замеряем приблизительно, где, сколько, какого размера должно быть соединение и в нужном месте делаем загиб. Ребята, давайте поговорим по следующему моменту, довольно-таки интересному. Почему, когда я собирал кастомную систему для этого подписчика, я решил собрать ее на цельных трубках, а не использовать многофитинговую систему. То есть, некоторые люди, когда собирают такие кастомные системы, они используют много фитингов. То есть, они делают там, грубо говоря, прямой угол, потом берут какой-то фитинг, такой треугольничек и используют его, чтобы сделать поворот. Я такой момент сразу отклонил, потому что я считаю, чем меньше разных соединений, тем меньше может быть мест, где что-то у вас может протечь. То есть, как по мне, надежнее всего делать монолитную систему, где будет одна трубка длинная, но очень сильно изогнутая. То есть, мы берем эту трубку и сгибаем так, как ее надо, там все дело отсоединяем. И таким способом мы избегаем ненужных всяких мест, где что-то у вас теоретически может протечь. Теперь давайте поговорим о комплектующих, которые я взял для этой кастомной системы. В общем, радиаторы у нас тут от EK. Это 360-е Slim. Эти радиаторы, они медные. Втулки, у них по краям, которые находятся, сделаны из латуни. То есть, сам радиатор у нас медный, вот эти все соединения, они латунные. В принципе, ничего страшного в этом нет. Большинство радиаторов медных, они именно так сделаны. То есть, сам радиатор ребрения медное, а все остальное сделано из латуни. Исключением некоторые радиаторы от AlphaCool, которые полностью сделаны из меди, как у меня, но они весят очень много. И не в каждую систему они влезут. Да и особого смысла вам, скажем так, собирать такую кастомную систему, как у меня нет. Теперь давайте поговорим по поводу фитингов, которые я взял для данной системы. Фитинги у меня от EK. Переходники эксцентрики я взял от двух фирм. Это EK и Basky. Basky, хоть это как бы Китай, но они делают все очень качественно. То есть, это не прям лютый Китай, который на Алиэкспресс продают, но NAME. То есть, Basky, Barov это нормальный производитель, который делает достаточно качественные детали для кастомных систем. Их можно брать. На Алиэкспресс есть всякие еще NAME производители. Я их бы уже не стал брать. А Basky и Barov это все-таки более-менее нормальные производители, которые делают качественные комплектующие. Barov чуть похуже, Basky чуть покруче. То есть, если вы не хотите переплачивать за EK, хотите более-менее что-то нормальное взять, то можете смело брать Basky. То есть, у них качество очень хорошее. В данной системе мы использовали различные эксцентрики, переходники, уголки. Уголки тут использовались как монолитные, так и уголки, которые можно сдвигать. Уголки такие очень сильно выручать. Потому что бывает такое, что вы берете уголок монолитный и хотите, скажем так, где-то сделать угол 190 градусов. Но получается так, что когда вы его закручиваете до конца, то он, к сожалению, не поворачивается в вашу сторону, в ту, которую вам надо. И для этого как раз эти уголки используются. То есть, их можно в любой момент повернуть в ту сторону, в которую вам надо без каких-либо проблем. Уголки у нас качественные от EK, которые двигаются. Уголки монолитные и тут от Basky. Эксцентрики, опять же повторяю, как и от Basky тут использовались, так и от EK. То есть, и те, и те. Также в эту систему я взял один клапан от BARF. Это клапан сброса избыточного давления. Это нужно для того, если ваша помпа сломается, чтобы у вас ничего, скажем так, не вылилось, не пролилось и так далее. Потому что, когда помпа ломается, то температура VSO начинает расти и возрастает давление. Это избыточное давление может привести к тому, что жидкость у вас вылится из вашей кастомной системы. То есть, это одна из главных причин, почему водянки протекают. Не из-за того, что там что-то почему-то просто так она взяла и протекла. Нет. Дело в том, что либо она протекает из-за того, что помпа ломается из избыточного давления. Жидкость где-то находит уязвимое место и протискивается. Либо есть еще варианты с тем, что вы что-то неаккуратное сделали. Ну и скажем так, из-за вашей неаккуратности, либо из-за какого-то брака. Ну где-то, допустим, прокладка была бракованная, некачественная. У вас начинает все дело течь. Еще третий фактор, это когда вы неправильно подбираете жидкости. Ну, к примеру, смотрите, под акриловой трубке подходит большинство жидкостей. Под P-трубки, ну скажем так, уже надо башкой подумать, какую жидкость вы берете. Потому что есть жидкости, которые могут растворить P-трубки. Вот, к примеру, в акриловой трубке можно лить антифриз G13 и жидкости для кастомных охлаждений на основе этого антифриза. В P-трубке G13 лучше не лить. Потому что он, скажем, может привести к тому, что эти трубки постепенно будут стачиваться, уменьшаться. Даже не знаю, как правильно выразиться. Будут портиться и рано или поздно все это дело может протечь. Также, ребята, нужно смотреть на совместимость фитингов с жидкостями. Потому что бывает такое, что в некоторых фитингах используются такие резинки силиконовые, которые, скажем так, с одними жидкостями нормально контактируют, а с другими могут немножко начать растворяться со временем. К примеру, все фитинги ЕК, все вот эти трубки, P-трубки ЕК, они совместимы с жидкостями от ЕК. То есть, в принципе, ничего в контакт, в реакцию не вступает и ничего не растворяется. Но есть, скажем так, определенные жидкости, которые иностранные реально могут привести к растворению ваших прокладок, трубок и так далее. Да, таких жидкостей не особо много, но они есть. Ну и также не рекомендуется лить в акриловую систему спиртовые жидкости, потому что спиртовые жидкости сушат акрил. То есть, акрил от спирта может со временем потрескаться. Как минимум, это будет некрасиво. Как максимум, что-то может даже, может быть, теоретически выйти из строя. Ну, выйти из строя это под вопросом, скорее всего, нет. А внешне попортиться, да, сможет и очень сильно. То есть, акрил из-за спирта покрывается такими маленькими микротрещинами некрасивыми. Ну, еще он цвет меняет, он таким белесым становится. По поводу жидкости, какие жидкости стоит брать, какие нет. Я использую в своих системах жидкости от ЕК. Последнее время перешел на концентрат. То есть, я беру дистиллированную воду и на концентратах сам замешиваю жидкость. Как по мне, это крутой вариант. Потому что жидкости получаются очень такие красочные, густые и цвет такой получается очень насыщенный. Готовые жидкости обычно этим не славятся. Если вы берете готовую жидкость, то, скорее всего, у вас жидкость будет полупрозрачная, некрасивая. Ну, мне это не особо нравится. Также, ребята, не рекомендую вам брать жидкости от Thermaltake. Они очень красивые, там есть блески, там есть много всего очень интересного в плане внешнего вида. Но все это дело очень быстро выпадает в осадок и буквально за пару недель, может за месяц, два месяца засорит вашу кастомную систему. Жидкости от Thermaltake ни в коем случае не берите для ваших систем. Я их брать не рекомендую. Так, ребята, что хочу еще добавить по жидкостям. Помимо специальных жидкостей, помимо антифриза G13, какой попал антифриз, не надо заливать. Про это я в прошлом видео говорил. Кто не в курсе, в общем, можете поглядеть это видео, к чему это может привести. Также, ребята, помимо жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду. Но для этого нужно положить какую-нибудь серебряную монетку, либо просто что-то серебряное туда. Потому что когда у вас есть что-то серебряное, то дистиллированная вода со временем не зеленеет, не образуются микроорганизмы и так далее. А если вы не получите серебряную монетку, какая бы у вас вода суперчистая дистиллированная не была, она со временем все равно зацветет. Микроорганизмы присутствуют в воздухе и рано или поздно могут попасть в вашу водичку и все дело может зацвести. Поэтому, если вы хотите просто на обычной дистиллированной воде, чтобы все работало, вы берете и кидаете туда какую-нибудь монетку. И у вас ничего не зацветет, у вас просто будет прозрачная жидкость. Это самый бюджетный вариант, если хотите собрать кастомное водяное охлаждение. По поводу водоблока в данной системе я взял водоблок от Basque. Водоблок мне очень понравился, он нормальный, медное основание у него. Внутри он никелированный, то есть в этом плане он очень качественно сделан. Также у этого водоблока есть красивая подсветка. У меня водоблок на моей системе немножко другой стоит, у меня ЕК, монолитный. К себе я такой моноблок ставил из-за того, что он охлаждает не только процессор, а еще VRM, то есть материнскую плату. В данном случае нам такой водоблок не понадобился. То есть у нас тут чистый водоблок, который охлаждает только процессор. По поводу помпы. Помпу я сюда взял тоже от Basque. Она идет сразу с резервуаром, это достаточно бюджетная помпа. Но при этом достаточно качественная. Она мощная, с двумя радиаторами. Она справляется за глаза, то есть никаких проблем с этим у нее нет. То есть вот для таких Slim радиаторов такой помпы тут за глаза. То есть более мощная какая-то помпа здесь не нужна. Помпа сама крепится на специальном ЕК креплении к радиатору. То есть это эстетически вроде симпатично смотрится, да и в целом она крепко закреплена. И со временем не будет вибрироваться, шататься и так далее. Некоторые крепят помпу там либо на резиночках каких-то, либо чуть ли не на клей сажают. Я так делать не рекомендую. Покупайте какие-нибудь крепления и сажайте помпу к радиатору либо корпусу на крепление. Это в принципе и выглядит более-менее эстетично. И такая система будет меньше сдавать звуков, вибраций всяких ненужных и так далее. То есть в принципе я считаю это самый оптимальный вариант. Ребята, если вам видео это понравилось, то ставьте обязательно такие большие жирные лайки. Можете подписаться на мой канал. Если хотите помочь моему каналу, то можете сделать куда-нибудь репосты. В Facebook, ВКонтакте, в Однокласснике и так далее. Когда вы делаете репосты, пишите какие-нибудь комментарии, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну что там, ребята, не пропадать. До новых встреч. Пока всем.